Всем привет! В сегодняшнем выпуске обсудим очередные партнерства конами с футбольными клубами европейских лиг, а также выход нового сезона в Ефутбол, который почему-то называют Ефутбол 2023. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Итак, в первую очередь нужно отметить, что обновления идут, и это круто. Добавляются формы, сканируются игроки. Мечи и стадионы, даже часть трансферных переходов и карточек начинают сходиться с действительностью. Мы уже говорили о добавлении Милана, Баварии и Интера на своем канале новостей в Яндекс.Дзен. Последние из европейских клубов, так называемую лицензию, продлили ребята из Арсенала. Это порадовало любителей английской премьер-лиги. Радует доработки графики и оптимизации для консолей PlayStation 4, но вот про Мексику мы говорить не будем, так как это неинтересно. Интересно одно, с какого фига Ефутбол стал 2023? Вероятно режимы готовят только сейчас, как начали закидывать данные поклонники симулятора. Нам кажется, что режимы допиливают на ходу, и игра по факту, создается в настоящее время. Забавно наблюдать за контент-мейкерами, которые с пеной урта фантазировали о глобальном с выходом Ефутбол 2023. По сути нас просто кинули за 22-ю часть, и год кормили отходами. Считаем, что остальных режимов в этом году может и не быть. Мы привыкли на своем канале размещать только проверенную информацию. Поэтому, данные обновления вы видите сейчас тут. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok